Первая глава истории моего суда против Антона Бритвы закончилась нашей полной победой. Мы изложили нашу позицию, объяснили, почему мы считаем, что иск не может быть удовлетворен. Мы считали, что мы доказали полностью нашу позицию, то есть те сведения, которые говорил Михаил. Кроме того, тут и наши, скажем так, оппоненты нам помогли, потому что требования сформулировать нормально они не смогли. Не привели в исковом заявлении ни одного довода, ни одной фразы, которую произносил Михаил. То есть они что-то там услышали, как-то это поняли, и вот как они это поняли, они решили оспорить. Пришло время подвести промежуточные итоги и поделиться подробностями этого по-своему прекрасного дела. А заодно еще раз напомнить, кто такой Бритва и чем предлагаемая им программа личностного роста, по моему убеждению, опасна. Впрочем, не только по моему. Просто не важно, я просто повозьмусь за всех на место. Брата! Домы! Брата! Я начал следить за деятельностью Антона Руданова по кличке Бритва 6 лет назад, еще до того, как на него в негативном ключе обратили внимание федеральные СМИ. В Москве в центре громкого скандала вновь оказался тренинг «Центр Спарта». Коммерсанты всего за 3 дня и 20 тысяч рублей обещали сделать из неуверенных в себе молодых людей настоящих мужчин. Я тогда лично общался с пострадавшими, помогал журналистам и вел группу, где старался предостеречь людей от участия в этом тренинге. Можно сказать, что я был тем человеком, который привлек с партии общественное внимание с критикой. Неудивительно, что самому Бритве такое внимание не понравилось, и я его даже понимаю. Кому приятно, когда дело всей его жизни называют бесполезной и опасной чушью? Но в той критике, которая льется на Бритву, виноват только он сам. Не нужно было создавать тренинг, где люди могут получить травмы, стать инвалидами или даже умереть. Сначала Бритва пытался бороться с критикой чисто пацанскими методами. Разбил мне телефон, а затем кто-то пытался взломать мой канал. Как мне кажется, заказчиком был Руданов. Подробности тех событий я лишний раз пересказывать не буду. Если вы вдруг не в курсе, то ссылки на все ролики про Спарту я оставлю в описании. А сейчас Бритва превратился в респектабельного бизнесмена, который ходит в дорогих костюмах и живет в загородном доме вместе с ручной пумой. Поэтому изменились и методы давления. Пацанские разборки уступили место судебным искам. Давайте посмотрим, чего Бритва хотел добиться от меня в суде, почему у него ничего не получилось, и увидим, что собой представляет Спарта глазами очевидцев. Моим крайне финальным тебе пожеланием будет пожелание, чтобы ты всегда был таким, чтобы ни один человек в этом мире даже не подумал усомниться. А по праву ли ты носишь свою футболку? Мне искренне важно верить в то, что однажды обладатели этих футболок будут движущей силой. Как говорил Заратустра, все свое ношу с собой. Этого мудрого правила придерживаются многие, если судить по количеству людей с рюкзаками. Но мало кто знает, что у Заратустры есть еще одно мудрое высказывание. Выбирай рюкзак правильно. Встречайте! Правильный рюкзак Bobbi Soft от XD Design. От других моделей Bobbi Soft отличается новым дизайном и форматом. У него мягкий корпус, поэтому он выглядит компактнее других, но спокойно умещает внутри стандартный ноутбук. Благодаря хитрой системе молний, вы можете по своему желанию менять объем рюкзака. Доступны два варианта – 13 и 16 литров. Здесь вообще нет ни одного случайного кармана или застежки. Все сделано с расчетом на функциональность. Карман для карты или проездного. Карман с пауэрбанком для заряда телефона на ходу. Карабин для ключей, чтобы вы больше никогда не боялись их потерять. Рюкзак Bobbi Soft, как и другие рюкзаки Bobbi, защищен от краш. Все молнии и карманы у него скрыты, а на молнии основного отделения есть специальный замок. Никто, кроме вас, не сможет незаметно ее открыть. Компания заботится об окружающей среде, поэтому Bobbi Soft сделан из перерабатываемых материалов. Рюкзак представлен в пяти стильных цветах. Можно выбрать на любой вкус. Но остерегайтесь подделок. Покупать рюкзаки Bobbi рекомендую в официальном интернет-магазине xddesign.ru. Фирменная, многоразовая защитная маска с пятью фильтрами. При покупке любого рюкзака XD Design вы получите такую маску в подарок. Сейчас на сайте действуют скидки до 15%. Плюс к этому по промокоду LIDIN вы получите еще 20% скидки на все рюкзаки XD Design. Внимание! Все скидки суммируются. Торопитесь, промокод действует только две недели. Переходите по ссылке и заказывайте правильный рюкзак себе или в подарок. Итак, что такое «Спарта» по версии самого Антона Бритвы? Счастье – это мышца, которую необходимо тренировать наряду со всеми другими мышцами своего тела. Каждый день совершай какие-то маленькие небольшие действия для того, чтобы выводить себя из зоны комфорта. «Спарта» – это о том, как быть таким, чтобы люди могли тобой гордиться. Вы попали в отцовский клуб? Ура! Ура! Команда должна подниматься в этом упражнении. Тяните, длинного, тяните! Два! Раз! Да я вас всех до смерти задрочу, ку-у-у! Но это были не просто нагрузки, это были максимальные нагрузки, ну просто на грани жизни и смерти. Да, у меня было чувство очень сильного отчаяния, оцепенения. Взяли анализ крови и выяснилось, что у меня прединфарктное состояние. Где-то в час мне позвонил мужчина, представился Антоном и сказал, что Рома умер. Что меня радует, что ни один человек, который писал или записывал по поводу меня негативные отзывы, он никогда не был у меня на мероприятиях, и до большинства из них 9 десятых не знакомы со мной лично. Спарта не то, что продолжает существовать, она растет и развивается. Потому что кто бы что-то мне говорил в интернете, ну я говорю про там скептиков, критиков, люди, которые прошли проект, они продолжают делиться, рекомендовать. Спарта работает по старой, как мир, схеме. Если ты прошел тренинг и остался доволен, значит молодец, сумел преодолеть себя и стал настоящим мужчиной. А если ушел раньше времени или не понял, за что отдал деньги и здоровье, значит трус, лох и ничего в этой жизни не добьешься. То есть в основе лежит дешевая манипуляция родом из детского сада. И весь этот тренинг построен на попытке взять участников на слабо. Но откуда у Антона Бритвы появилась идея, что такой подход будет эффективен? Сам он что ли это придумал? В суде Бритва был всего на одном заседании, по моему делу, где помимо прочего заявил, что является создателем Спарты и автором ее программы. Но оказывается это не совсем правда. Идея создать тренинг принадлежит другому человеку, Игорю Луникову, по прозвищу Гарри. И было это еще в далеком 2008 году. А сегодня мы ожидаем лужу крови, сломанные носы и пальцы. Мы в присвкушении. Спарты, я вас поздравляю, мы попали на бои новой Спарты. Ура! Про историю Спарты подробно писало издание «Батинка Довы и Трансформер». Рекомендую почитать. Настоящая качественная журналистская работа. Ссылка тоже будет в описании. Но если совсем коротко, то в 2007 году 20-летний Луников и 19-летний Антон Руданов познакомились в бойцовском клубе. После выхода фильма с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном по всей стране начали возникать подпольные организации, которые пытались копировать стиль и философию Тайлера Дёрдена. В конце нулевых такие клубы работали в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Киеве, Минске и так далее. Для того, чтобы подраться, достаточно было принести паспорт, капу и бинты на руки. Там же Антон Руданов стал бритвой, потому что никто из участников не обращался друг к другу по реальным именам. Там же использовался лозунг «Страха нет». И лозунг, и практика придумывания прозвищ потом перекочуют в идеологию Спарты. Страха в реальности нет. Кстати, по словам самого Руданова, назвали его бритвой, потому что из большинства схваток он выходил победителем. А все потому, что в отличие от остальных участников драк, он имел боевую подготовку. Антон занимался самбо. Насколько честными можно назвать такие поединки, судите сами. Подарено такое прозвище. В честь одного из персонажей фильма Гая Ричи «Большой куш». Был там такой Борис Бритва или Борис «Хрен попадешь». Вот в честь него меня, собственно говоря, и назвали. А вот Игорь Луников, по его же словам, посещал не только бойцовский клуб, но и тренинги личностного роста, включая курсы по пикапу. Главной задачей там было добиться от девушек секса на первом свидании и преодолеть собственные страхи. С помощью прогулок по улице в одних трусах и распевания песен в метро. То же самое, только без секса потом станет частью Спарты. Но это и неудивительно. Луников не скрывал, что Спарта – это и была попытка объединить тренинги личностного роста и бойцовский клуб. А идею ему подсказал тренер по пикапу. Еще одно упражнение Луников позаимствовал из программы «Лайф Спринга» – самого известного деструктивного тренинга в мире. Участникам предлагалось выйти в центр круга, рассказывать о самых худших событиях в своей жизни и выслушивать, как остальные критикуют их внешность, характер и поведение. А знаете, кто еще делал что-то подобное? Джим Джонс – лидер культа Храм Народов, 900 членов которого покончили с собой по его приказу. Итак, вот через десятые руки практика из тоталитарного культа почему-то оказалась в программе тренинга для настоящих мужчин. Но все-таки основой Спарты стали те самые «Бои без правил» и «Почти без защиты». Вот и получается, что собственных идей в Спарте практически нет. Это лютая мешанин из классических лозунгов в духе «Выходи из зоны комфорта», «Странных заданий», «Физических упражнений» и «Драк». По сути, это и есть тот самый бойцовский клуб с теми же идеалами, только в другой обертке. Из контркультурного андеграундного проекта он превратился в модный тренинг. Что интересно, когда Луников рассказывал Руданову об идее Спарте и предложил ему стать партнером, то тот заявил, что это чушь, которая никогда не окупится. Но на первое же задание к ним записалось больше десяти человек. Казалось бы, чудо. Но по сути, Луников просто нашел правильную целевую аудиторию. Он начал пиарить Спарту на курсах пикаперов. Где ж как ни там искать неуверенных в себе людей, хотящих, чтобы их научили быть мужиками. Таким образом, Игорь Луников является автором идеи Спарты, названия и психологической части. А Руданов разработал программу физической подготовки. То есть то, из-за чего тренинг и получил печальную славу крайне опасного мероприятия. Позже Луников вспоминал, что каким-то чудом в первый год существования Спарты обошлось без серьезных травм. Тогда же отношения между партнерами начали портиться. Игорь перестал верить в эффективность такой жесткой подготовки, поэтому он захотел сосредоточиться на традиционном коучинге и закрыть Спарту. Но она, словно феникс, тут же возродилась вновь. На этот раз под единоличным управлением Руданова. Главным продуктом тренинга под названием Спарта «Новые герои» стал трехдневный основной курс. Описание программы курса нигде не публиковалось. Вместо нее на сайте проекта потенциальный участник мог прочитать следующую фразу. «Программу этого тренинга нельзя найти в интернете или прочитать в книжке. Ее нельзя скопировать и выполнить самостоятельно. Будет тяжело, страшно и интересно. Это единственное, что я тебе обещаю». С тех пор каких-то крупных изменений в Спарте не было. Появлялись только новые ответвления и расширялась география. Например, Спарта Про. Физических тренировок там нет, но все равно тренинг какой-то странный. Там мужчины зачем-то носят памперсы и женское белье. Бритва перестал проводить лично все тренинги и начал нанимать новых тренеров. А также открыл школу капитанов, чтобы создавать себе помощников из числа тех, кто уже прошел основной курс. Кроме того, Руданов попадает в инфобизнесменскую тусовку. Я уже упоминал про его выступления на мероприятиях «Синергии», но на самом деле еще в 2011 году он был спикером на инфоконференции Андрея Парабеллума, духовного отца всех российских продавцов воздуха. По сути, человек, который очень сильно повлиял на то, что я реализовался как тренер Андрея Парабеллума. И все бы ничего, бизнес мутится, лавеха крутится, но среди спартанцев начались травмы. И это неудивительно. Спарту не зря называют самым опасным тренингом. Ее основной фишкой является тяжелейшая физическая нагрузка, буквально до полного изнеможения. В 2012 году Ренат Гемранов попадает в реанимацию. Отказали почки. В том же году киевский студент Дмитрий Доминский попадает в больницу с острой почечной недостаточностью. В 2013 в Питере 19-летний Илья Лунин возвращается с тренинга «Избитый» и через месяц умирает. Причина та же самая – отказ почек. Примерно в это время о спарте узнал и я. Записал два ролика и привлек внимание журналистов. Я даже писал письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку, но тренинг продолжил существовать, как ни в чем не бывало. Более того, его популярность только росла. Сегодня Антон Руданов, несмотря на травмы клиентов и поток критики от федеральных каналов, продолжает руководить с партой, а также сотрудничает с «Инергией» и проводит бизнес-регаты, где его представляют как эксперта по самодисциплине и яхтсмена. Благостный образ успешного человека дополняет загородный дом, медитации и помощь детским домам. В общем, живи да радуйся. Чего его спустя столько лет в суд-то потянуло? Неужели он не понимал, что тем самым вызовет только новую волну критики? Я не утверждаю это, я размышляю, что, возможно, представители СЦА объяснили Антону Бритве, что если они получат решение суда в свою пользу, то они смогут обязать вас записать опровержение. Это опровержение можно нарезать и размещать, например, на своих социальных сетях, можно его публиковать в прессе. А, конечно, то, что это будет все шириться и только размножаться видео по поводу этого тренинга, и таким образом они только напротив привлекают к себе внимание, мне кажется, что они недооценили эту сторону вопроса. Недооценили – это мягко сказано. Благодаря суду я получил кучу ценной информации и про образование Бритвы, и про попытки запугать других блогеров, но самое главное – я пообщался напрямую с участниками тренингов. Так что сейчас давайте погрузимся в этот мир, в котором оказывались начинающие спартанцы. И, наконец, узнаем, что скрывает до сих пор нигде не опубликованная программа тренинга. На тренинг попал по рекомендации друга, мы с ним вместе пошли. Отдельно в интернете о спарте перед этим я ничего не узнавал. Ну и судя по тому, что требовалось взять с собой тетрадку и ручку, я предполагал, что это будет обычная лекция. В первый день тренингов нам сразу огласили правило, что двери закрываются, и до конца дня мы, ну или до перерыва, мы не сможем выйти. Какие-то бумажки подписывали. Если вы, говорите, все согласны, все, двери закрываются. После этого мы вам деньги не возвращаем. Покинуть тренинг невозможно. То есть вы даете обещание, что вы дойдете его до конца. Первая договоренность, которую мне важно с тобой создать, это договоренность о том, что ты дойдешь это мероприятие до конца. Самое интересное, перед тем, как, собственно, туда поехать, я спрашивал у товарища, а что там будет, к чему готовиться. Там соблюдалась полная секретность, то есть как в фильме «Бойцовский клуб». Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Поэтому он мне ничего не рассказал. Единственное, вот такими абстрактными фразами, типа, что просто перевернется у тебя там все, что может перевернуться. Я был на ретрите, и там был один очень странный парень в футболке вот этой фирменной от Спарте с совершенно идиотской, как мне показалось, надписью «Страха нет» на спине. Ну и я подумал, ну это какой-то прикол, наверное, ну потому что я же знаю, что страх есть. Но я подошел и спросил, ну что за футболка, что за история. Он начал накидывать, 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 ну там рассказывать, что там вот тренинг такой, помог ему обрести себя, ведь он без отца рос. А он потом мне начал присылать всякие приглашения на гостевые встречи. Ну и я на одну такую и сходил. Мне было любопытно вообще, что это за зверь такой, Спарта. Происходило примерно следующее. Внушалось такое недовольство своей жизнью. Завлекуха, я так понял, примерно такая была ставка на то, что, в общем, мы тут сообщество. Если вы хотите саморазвиваться, если вы хотите добиваться большего в этой жизни, пожалуйста, давайте к нам за спорт, за хорошее дело. Ну и ко мне, короче, все вот так вот меня потом облепили, спартанцы такие подходили, спрашивали, ну что, придешь? Вот, ну и я решил подыграть. Ну сказал, по-любому приду. Ну и я и по-любому пришел. Со стороны Антона Бритвы на суде участвовало трое бывших спартанцев. Все как один заявили, что приносили медицинские справки, на протяжении тренинга в зале присутствовали врачи, нам никто не мешал уйти, психологического давления никто не оказывал, а некоторые люди так и вовсе не допускались к участию в спаррингах по состоянию здоровья. И вообще, тренинг сделан для того, чтобы напомнить мужчинам о том, как быть мужчинами. Давайте же узнаем, как, во-первых, настоящие мужчины должны отказаться от использования некоторых слов. У нас в группе набралось порядка 30 человек, может быть, чуть больше. Первое задание было, ну не то, что задание, просто попросили, типа, забудьте ваше прошлое, вы теперь вот другие, и придумайте себе как бы прозвище, которое отображало бы ваш внутренний мир. Он сказал, что с этого момента мы не произносим какое-то слово, что-то, мы не можем... Ай, да, какой-то, да, хочу. Его нужно было там заменить чем-то другим. И если ты называл все-таки это слово, стоит на кулаках вся группа. Был запрет на слово хочу. Если ты говоришь слово хочу, ты начинаешь отжиматься пять раз. Но не только ты, а вообще все, короче, все вообще, кроме капитанов и тренера, отжимаются пять раз. Вам уже было сказано, один косячик не обязательно ты, любой, попадает вся группа. Был косяк, не вернулся вовремя там с перерыва. То есть там был перерыв, например, шесть минут между занятиями там часовыми, вот здесь шесть минут там пойти воды попить. Не успел вернуться вовремя на косячину. Потом нельзя общаться друг с другом. Что-то показал жестом другому, что-то ему сказал, косяк. Выкрикнул с места, косяк. Не выполнил домашнее задание, косяк. Ну, косячили все. То есть тренер сам вынуждал накосячить. Было запрещенное слово «хочу», его нельзя было произносить. Если кто-то из группы произносит это слово, своей речи, значит, вся группа отжимается в десять раз и продолжает стоять на кулаках до тех пор, пока последний не отожмется. Я очень следил за своей речью, выбирал слова, я не говорил этого слова запрещенного. Меня тренер прям подстрекал. Он говорит, в каком-то моменте он меня перебил, говорит, и что ты этим хочешь сказать? Я ему говорю, я хочу сказать вот это. То есть по инерции ему отвечаю, и все, и мы идем отжиматься. Какое-то прям магическое отношение к словам. Каким образом замена слова на синоним поможет изменить жизнь? Я, когда я слышу слово «хочу» в моменте, в контексте, когда человек говорит о своих целях, я просто уже в последние разы подхожу и даю пощечину по методу Паула. Как можно было говорить вместо этого? Надо было говорить «я желаю», «я сделаю», «я делаю». То есть любые другие слова, кроме слова «хочу». А вот, например, «я испытываю намерение», можно так сказать? «Я испытываю желание», да? Да. То есть это… «Хотеть нельзя», «желать можно». На самом деле это просто попытка высосать из пальца умную философскую мысль. Правда, на выходе все равно получается пацанская цитата из какого-нибудь паблика про волков. Это было связано с тем, что, ну, знаешь, как пацанская фраза, типа «хотеть не вредно», «хотеть можно всю жизнь» и ничего для этого не делать. То есть вот «я просто хочу». То есть это ты должен делать, что-то обязательно должен делать. Вот. Вот если ты делаешь, там, «желаешь», это уже другое. То есть ты же мужик, там, ты должен, там, это, должен, это, там, семью воспитывать, сына родить, дерево посадить. И вот «хотеть» это что-то женское, типа того. «Хочу, хочу, что-то хочу, 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 хочу. Дорогие друзья, я хочу Монику Белучи. Есть довольно прямая взаимосвязь между тем, что вы говорите, как вы говорите, и тем, что вы думаете, и как вы думаете. И определенно уж есть точно прямая взаимосвязь между тем, что вы говорите, как вы говорите, что вы думаете, как вы думаете, и тем, что и как вы делаете. Это любопытная теория». Вообще в «Спарте» все пропитано духом вот этой вот пацанской этики с примесью боевого братства. Постоянные попытки подвести людей под единый шаблон поведения настоящего мужика, наказание за любые попытки отойти от этого шаблона и круговая порука. Первый день ты даешь обещания, и ты не понимаешь, какие обещания ты даешь, да, то есть. Вроде все благонамеренные относятся друг к другу, а потом это вот все вот так, когда разворачивается, они это все выворачивают остальным ребятам, где сказать, вот он предатель, там, он обещал одно, теперь делает иначе, там, не пацан, вот это вот все. То есть сначала от тебя потребует дать слово пройти тренинг до конца, когда ты даже не знаешь, что тебя ждет, а потом манипулирует этим словом, мол, ты же сам согласился, ты что, хочешь сказать, что твое слово ничего не стоит? Ты баба, что ли? Если ты сам не соответствуешь тому, что ты говоришь, если ты сам не соответствуешь тому, что ты пропагандируешь, что люди же не идиоты, на самом деле, рано или поздно они могут задавать вопросы, а такой ли он, как говорит, такой ли он, как те вещи, которым он учит? Если ты без чести с людьми, но при этом постоянно говоришь о честности, то рано или поздно тебя подложит. Если ты говоришь ребятам о том, что надо быть своим словом, держать свое слово, а сам постоянно, пускай даже ты мелочем не нарушаешь, то и здесь тоже у ребят возникнут вопросы. Кто был на протяжении всех этих трех дней? Был бритва. Приезжал в первый день и, между прочим, опоздал. Это как-то мне еще... Я еще тогда подумал в тот момент, что как-то неправильно людям говорить об ответственности и опаздывать там на час, полтора. Нам дали перерыв короткий, пятиминутный. Ну, просто так проветриться. Ровно пять минут. Там уяснили, типа, в 5.01 если приходишь, все, ты опоздал. Вот, типа, все, не сделал так, как надо. Вот, но были два человека, которые опоздали. И, ну, их, короче, с грязью смешали. Сказали, что их... Ну, этот корнев сказал, что их слово ничего не стоит. Собачье дерьмо стоит дороже, чем их слово. С обеда не вовремя вернулся. Там опоздал на минуту, на пять, что-то такое. Доделывал задания, которые дали нам на обед. И мне, значит, косяк. Твой косяк, ты опоздал, ты нас всех задержал. Как ты будешь расплачиваться с косяком? По существенной сумме, чтобы ты почувствовал, чтобы для тебя это действительно было наказанием. Не так, что тебе отдал там и все. Ну, в общем, сошлись на трех с половиной, по-моему, так. Да, три с половиной тысячи им отдал. Ты говорил, что денежные штрафы были, например. Три тысячи рублей был штраф. То есть за одну провинность три тысячи рублей или сразу за все? За одну провинность три тысячи рублей. Ну, штраф я выплатил просто переводом капитану. На второй день вот этих физических упражнений, в восемь мы туда пришли, ждали до десяти где-то этого тренера. Все то, что мы делаем, мы делаем на пять из пяти. Само отношение его, допустим, бритвы, то, что он постоянно опаздывал на эти мероприятия, мы его там ждали. Ну, это некрасиво. Ну, это неправильно. Ты как фитнес-тренер, блин, который тебе говорит, занимайся зожем, там, фитнесом, но при этом сам курит сигарету. Как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. А еще мы теперь знаем цену словам бритвы, и она сильно ниже стоимости его курсов. Вот то, на чем, по сути, построена вся программа Спарты, да, это обязательство. Это умение мужчины давать слово и сдержать его, как бы тяжело не было. Одно из первых заданий в поле, так называемых, что меня очень сильно позабавило, ну, и должно было, наверное, как-то там раскрепостить, и вот с того, что твоя жизнь должна начать переворачиваться в этот момент, это выйти на улицу. Собственно, подойти к людям, причем не тем людям, которые тебе симпатичны, которым ты мог бы подойти и там спросить, сколько времени, или попросить прикурить, а вот к людям, которым ты никогда в жизни бы не подошел, и рассказать им самую, самую твою там сокровенную тайну, которую ты бы никому, там, собственной матери даже не рассказал. И за исполнением вот этого вот задания наблюдали капитаны, типа, бритва главный, а у него есть его помощники, которые называли себя капитанами. Вышли, значит, на улицу, рассосались по Дубровке, ну, просто в один момент 30 человек выходит из этого здания и начинает просто приставать к людям и рассказывать им разные истории. Я не буду пару минуток? Мне нужно, короче, просто рассказать тебе историю одну про себя. То есть задание должно было побороть ту черту, ту проблему, с которой ты пришел на тренинг, то есть как ты хочешь личностно вырасти. Ну, у меня там была проблема общения с девушками, мне, значит, там, придумывали задание на общение с девушками, вот там, она меня, значит, должна была с рук покормить. Ну, а у кого-то там еще какие-то проблемы были, там, я помню задание, что им давали, это прокатиться в багажнике в машине и, там, украсть из Макдональдса поднос с едой. Проект «Спарта. Новый герой» призван сделать мужчину таким, чтобы окружающие его люди могли по-настоящему им гордиться. Ну, мы, да, мы группами вышли, как бы, куда там идти, дорога одна, скажем так, все в одну сторону пошли, и кто-то сразу начал выполнять эти задания, ну, естественно, мы видели частично, кто как выполняет. Вот, я видел, как парень там в багажнике прокатился, там, метров, не знаю, 15, может, кто-то там спер еду, выбегал из Макдака, счастливый, что он это сделал, там. Как оказалось, это были еще цветочки. После того, как участники возвращались, их заставляли рассказывать неприятные истории о себе другим участникам тренинга. Эта ситуация была бы нормальной для психологических групп поддержки, но в «Спарте» никто не оказывал этой самой поддержки. Даже наоборот, людей осуждали за те поступки, за которые им и без того было стыдно. Люди выходили по очереди в круг, люди, которые стояли в круге, должны ему были что-то говорить. Абсолютно точно нельзя было говорить, что «ах ты там, типа, подонок, негодяй, нехороший ты человек». Вот как-то обтекаемо, как-то вот психологически на этого несчастного давить, но мягко, насколько это возможно при такой истории и с таким плачевным концом. Дмитрий Доминский, который проходил «Спарту» в 2012 году, говорил, что едва сдерживался, чтобы не заплакать, когда бритва в спокойном тоне переворачивал факты и нападал на него с матом и оскорблениями. Любой психолог вам подтвердит, что это крайне опасно для психики. «Спарта» — это мероприятие, которое позволяет не то, чтобы понять, где твое пределы, а в первую очередь понять, где этого предела нет. Заканчивался первый день «Спарты» домашним заданием, которое придумывали на ходу и которое нельзя было не выполнить под страхом наказания. Лично мое задание, мне нужно было сходить в магазин, купить себе определенную одежду и там спуститься в метро и показать, какой я дебил. Но на тот момент мне казалось это весело. Но на самом деле прикольно, что люди вот при выполнении моего задания подумали, что я просто проиграл спор. Это меня, наверное, спасло. И еще спасло, что в 2014 году не так был развит интернет. Потому что я 100% бы себя сейчас увидел где-нибудь в каком-нибудь ТикТоке или на Ютубчике. А мой бадди-партнер должен был в метро также раздеться до трусов и сделать бёрпи. Я знаю одного парня, который должен был продать ручку в электричке за 15 тысяч рублей. Обычную шариковую ручку. И если он не продает ее, то он вносит эти деньги сам. Он продал? По-моему, нет. Нет уже дураков, насколько я знаю, которые могли бы купить шариковую ручку за 15 тысяч рублей. Но самое веселое начиналось во второй день, вместе с физическими упражнениями. Сначала для меня здесь был тонкий момент. С одной стороны, очевидно, что после тренинга умирали люди. Но с другой, после не значит вследствие. В конце концов, спорта без травм не бывает. Есть случаи, когда умирали даже профессиональные спортсмены, которых обследовали вдоль и поперек. Может и пострадавшим участникам спарты просто не повезло, а бритва тут действительно не виноват. Но когда я узнал, каким нагрузкам подвергаются спартанцы, то сомнения отпали сами собой. Чувствую эмоциональный взрыв, который я никогда в жизни не получал. Это пи***ц. Второй день это просто пи***ц. Я на самом деле второй день вспоминаю до сих пор. И мне кажется, я его не забуду никогда. Потому что, ну как бы это сейчас голословно и пафосно не звучало, мне реально, вот реально палец себе готов отрезать, ну за то, что мне никогда в жизни не было так тяжело. Даже в те дни, когда мне казалось, что мне было тяжело, там на тренировках, на каких-то... Ну я постоянно чем-то занимался, там каким-то спортом. Бегал, прыгал, какие-то единоборства. И я думал, что вот в какие-то моменты, что мой организм посылался импульс в голову. Организм говорил твоему мозгу, что все, я больше не могу. В тот день мне организм просто заи***ц слать вот эти импульсы, что он сейчас сдохнет. И что нужно, ну, остановиться. Потому что, ну, не передать словами, что это было. Это помимо того, что это была колоссальная физическая нагрузка, было еще жарко. Это было лето. Это был июнь, это было с 27 июня. Вот эти три дня была адовая жара. Был зал, в котором не было кондиционеров. В котором были огромные вот эти вот окна, в которых постоянно светило солнце. Мне кажется, я реально где-то вот за эти три дня похудел, там, я не знаю, килограмм на шесть. Это было просто, это было, ну, это непередаваемо. Вот у меня, я даже слов не могу подобрать. Я все время, когда вспоминаю и пытаюсь описать этот день, у меня вот эти вот эмоции. Я пытаюсь подобрать слова, чтобы описать вот этот вот, вот этот ад, который там творился. Я не могу найти слова. Ну, кроме тех, что это был ад. Мы бегали, мы прыгали, мы отжимались. Мы стояли на околах, мы постоянно что-то делали. Пробежали по периметру этого зала, там, 50 кругов. Потом начали ползать. Ну, вот как в школе. Только это было гипертрофировано. То есть, если в школе ты там два круга делал гусиным шагом, ты здесь делаешь 50. Но я теперь понимаю, на что это было направлено. Для того, чтобы нас максимально просто вымотать. Чтобы мы просто к концу, ну, не могли сказать. Руку не могли сказать, поднять. Потому что под конец вечера нас ожидали спарринги. Ну, то есть, если бы ты утром подрался, спарринги получились более активнее, чем ближе к вечеру, после физических этих нагрузок всех. Целый день тренировка. Типичный кроссфит. Весь день, 10 часов тренировка была. Вот. На меня тренеры орали, я падал. Мне было пофиги. Если решил упасть, то я буду лежать и до конца, короче, не вставать. Короче, нужно было на руках стоять. Напротив себя человек тоже стоит, короче, на руках. И задача была в том, чтобы выбить его, повалить его. Ну, и потом меняется. Человек, который победил, остается. Потом приходит другой. Если он побеждает, то он также прежним остается. Ну, и так, короче, два круга нужно было, чтобы одна команда выбила другую. Вот. Во второй раз я проиграл. Ну, и нужно было скандировать имя своего, ну, кто вышел, короче. Позывной, вернее. Ну, чё, наша команда продула благополучно. И мы что-то там отбывали. Я не помню. Что-то... Я не помню. Я не помню, если честно, что там было. Я, видимо, отключился. И вот сейчас команда, которая проиграла, которая сдалась во время этих боев, сейчас она выполняет физические упражнения сложные. Ну, самая жесть началась после того, как мы там размялись. Упражнение называлось «Спасти рядового Райана». Нас поделили на две команды, сказали, что сейчас будет, ну, игра. Мы не имеем права вставать на ноги, ну, передвигаемся только на коленях. Поставили эту куклу, которая весила, там, 5-10 килограмм. Ну, то есть не просто там какая-то вата набитая была, но она сколько-то весила. Побеждала та команда, которая перетянет эту куклу на свою половину поля. Но при этом, ну, до вот этого упражнения, вот этой игры, нам внушали, что вот, ну, типа, команда, мы должны бороться до конца, выкладываться на 146 процентов. Ну, то есть вот максимально. Просто максимально. И ни в коем случае нельзя дать себе слабину. Ну, представляете, это лето, это, ну, жара плюс 30, духота неимоверная. Ну, просто как, ну, как в сауне, реально как в сауне. Я не знаю, сколько там градусов было. Плюс вот все были раздеты по поясу, потные тела. И в итоге все свелось к тому, что просто две команды встречались посередине, и образовывалась вот такая вот куча мала. Вот как люди там не умерли, кому-то, ну, мне лично, мне лично несколько раз наступали на горло, я там как-то в этой куче оказывался где-то там внизу, и на домой просто вот, ну, люди. И при этом, ну, не какие там крики, а помощи что-то, ну, вообще никак не просачивалось во внешний мир. Каждый раз, когда ты на этом тренинге не пришел убирать, бороться на последнем за свою победу, кефире с твоей рукой начнет пыться, и будет пыться большие толстые усилия. Второй день были жесткие физические упражнения. Ну, например, мы делали подъем туловища около полутора часов, подняли туловище больше тысячи раз, там, 1200, что-то такое. Называлось упражнение «Галера». Мы в два ряда сели друг напротив друга, сцепив ноги, ну, руки на плечи. Все вместе, значит, поднимались, поднимали туловище на счет раз-два. Потом отдых был, просто лежишь и ничего, просто перед этим, ну, поел чуть-чуть, там, этих курагой, я курагу ел, орехи, эти финики, попил минералки и лег. Укрылся пледом и лег на мат. Я тебе скидывал видос, где там Корнев снимал, как мы валяемся. Не до этого, не после этого я такого не ощущал. В момент, ну, вот после вот этих колоссальных нагрузок, мы ложились на татами. Бритва включала такую музыку максимально расслабляющую, ну, типа, вот для медитации каких-то, такая спокойная, мелодичная. Мы вот ложились, закрывали глаза. Бритва в этот момент что-то говорил, старался, расслабляющим голосом что-то там такое задвигал, не помню, что. Сейчас именно то самое время, когда нужно позволить быть себе свободным. Ну, в этот момент, я не знаю, сколько они фактически длились, ну, мне кажется, немного, нам полторы-две минуты. Таких было два отдыха за все вот это вот время. В первый раз я помню, что я закрыл глаза, и мне привиделось. Я, короче, ощутил себя бабочкой, которая летит сквозь водопад, а снизу едет поезд. Ну, то есть это настолько было реально, я настолько ощущал себя бабочкой, и почему-то вот этот поезд, вот этот вот водопад, ну, привиделось. А второй раз я был цветочком, по-моему. И, избавившись от боли, от ненависти, от гнева и обид, ты сможешь стать по-настоящему свободным и идти к своему свету. Но самое невероятное для организма было, что нам нельзя было пить. Я, как бы, по своей натуре достаточно быстро начинаю потеть, какой-то физухой позаниматься, и я уже такой, типа, с меня пот льется. Ну, и ты пошел там, взял, попил, и тебе уже хорошо, и ты, как бы, можешь дальше продолжать. А тут такого не было. Ребятки, а вам же сказано было, воду не пить без разрешения. Я вообще воду не пью. Когда пить можно, вам мы скажем. Молодец. Пить, прям, не пробиться. Второй день нам сказали принести с собой по 6 литров минеральной воды и сентуке 4. Объясняю это тем, что будут физические упражнения, мы будем много потеть, терять много соли, нам ее надо исполнять. Собственно, потом мне врач сказал, что почки отказали по причине того, что в том числе было выпито много воды соленой, это нагрузка на почки, и большие физические нагрузки, это большое выделение кислоты, которая тоже токсин. Если помните начало рассказа, то должны были заметить, что основным диагнозом, с которыми люди попадали в больницы, были не переломы, не ушибы и не остановка сердца, а именно отказ почек. А происходило это как раз из-за колоссальных физических нагрузок. Тренеры, которые подвергают таким нагрузкам своих учеников, должны были бы выгнать за профнепригодность из любого спортзала. И будь Антон Бритва настоящим тренером, то он непременно бы об этом знал. Я отсюда сделал только один вывод. Антон не имеет профильного образования, поэтому не знаком даже с базовыми принципами физподготовки. И это мое предположение тоже стало предметом иска. Адвокаты Бритвы просили признать порочащие и недостоверную информацию, что у Руданова нет образования. И в качестве доказательства представили диплом о прохождении двухмесячного курса по управленческой психологии в Синергии, а также удостоверение мастера спорта и диплом о переподготовке от Национального университета физкультуры и спорта Украины по специальности физическое воспитание и спорт. Вот сколько бумажек и как я смею сомневаться в компетентности Бритвы. Что ж, давайте проверим. Согласно законодательству Российской Федерации, спортивные звания может присваивать только Министерство спорта. А удостоверение Бритвы выдано некой организации пауэрлифтинга. Проще говоря, это Филькина грамота, что не мешает Руданову на официальном сайте писать, что он является мастером спорта России. То есть сознательно здесь вводят в заблуждение потенциальных участников тренинга. Что касается украинского диплома, то на территории России он является недействительным, так как не попадает под соглашение о взаимном признании российских и украинских дипломов об образовании. Но это даже не самое интересное. Важнее то, что благодаря суду у меня появилась копия диплома Бритвы. И я попытался проверить его подлинность. Но в базе данных сайта Кабинета министров Украины сведений об образовании Антона Руданова мне найти не удалось. Зато удалось найти контору, которая продает украинские дипломы точно с такой же серии, которая указана в дипломе Бритвы. Выводы, как говорится, делайте сами. Ну а про качество образования в Синергии говорить не приходится. Если сомневаетесь, то можете посмотреть мой прошлый ролик. Так что повышенная травмоопасность Спарты легко объясняется тем, что ее программу составлял человек, который без понятия, кому и какие нагрузки можно давать. И что многочасовая физуха вредна при любом раскладе. Что люди от этого могут умереть. Мне важно прокомментировать трагический случай, который произошел несколько недель назад на одном из наших мероприятий. Я говорю сейчас про смерть участника Романа Каплана. Где-то в час мне позвонил мужчина, представился Антоном и сказал, что Рома умер. Повесил трубку. Я повесила трубку, знаете как? А то он до меня дошел, что сказали. Я набираю номер и говорю, пошутили. Он говорит, таким вещами не шутят. Рома действительно умер. Ну и когда приедет скорая и когда она его увезет, мы вам скажем куда. Однако сейчас, когда уже экспертиза проведена, я могу однозначно говорить о том, что стало причиной смерти Романа. Причиной смерти Ромы стал оторвавшийся тромб. Только была причина смерти, указанная не ту, которую орал все время Антон Руданов. Так вот он зарядил всех, что у него оторвался тромб и он ни в чем не виноват. Тромб может оторваться в любое время. Идет в магазин, может оторваться тромб и он упадет и умрет. Моей вины или моей участи в событиях, произошедших с Романом, нет. С таким же успехом мог поднять тяжелую сумку или, извиняюсь за выражение, где-то напрячься на тренировке или в туалете. Понимаете, какая политика была? У вашего сына все-таки были какие-то проблемы с сердцем, да? Да. У него была тахикардия. Ну и еще что-то, что я сейчас уже не помню. Что-то такое. Какая-то недостаточность сердечная. Он на первом же упражнении умер. Стал делать планку и умер. Самое первое упражнение. Сказали, что простоял он 10 минут и умер. И когда по телевизору говорили, тренеры по самбо и говорили, что 10 минут – это даже сложно выстоять спортсмену. Не надо этого делать. Это очень сложно и очень опасно. Даже здоровому человеку. Ну, во-первых, конечно, ему делали искусственное дыхание, как я поняла, потому что у него переломаны все ребра. Абсолютно все ребра переломаны. Но это при искусственном дыхании могли. Когда делают, вы понимаете, да? Не специалисты, а бог знает кто. Во-вторых, у него вся одежда была мокрая. То есть его, видимо, окатывали водой, что вообще противопоказано при таких случаях. Ну, и только потом, видимо, вызвали скорую. То есть правильно я понимаю, что никакого врача на месте не было? Нет, какой-то там центр у них медицинский, чуть ли не стоматологический. И они пытались ему чего-то там сделать, чего-то. Охранник, говоришь, его таскали вообще по всем этажам. Случай с гибелью Романа Каплана, наверное, самый громкий за всю историю Спарты. На нем несколько раз делали акценты СМИ. Мать Романа обращалась в ФСБ и Следственный комитет, но безрезультатно. Бритва, как ни в чем не бывало, продолжил тренировать людей. Кстати, а что он там говорил про ответственность и честность? Мы подготовили ряд мероприятий для помощи семье Романа, и как только семья будет готова принять нашу помощь, мы, конечно, ее окажем. Ну, там он говорил, насколько вы помнили формулировки, что мы готовы помочь, как только они будут готовы, родственники как только будут готовы принять эту помощь. Да. Никогда с вами не пытался следовать? Нет. Это единственный раз, когда он сообщил о смерти. Что тут скажешь? Настоящий человек слова. Впрочем, цену его словам мы уже знаем. Первое основополагающее – это честность. Тотальная честность. Самим собой, с окружающими людьми. Второе – это ответственность. Та самая, тотальная ответственность, без которой вообще никакого сдвига никуда не будет. Программу второго дня тренинга завершает типичный бойцовский клуб. Вы пришли побеждать и биться. Значит, бейтесь и побеждайте. Подобрали, значит, нам каждому по примерно своей весовой категории. Нас перед этим еще готовили. Как бы там просто нужно было, ну, сначала просто без экипировки, без ничего, просто вот шлепать. Вот, а потом тебе более-менее по твоей весовой категории и там спортивной подготовке, опыту единоборств подобрали какого-то, ну, человека. Мне, ну, короче, попался парень слабее меня. То есть он был внешне очень похож на меня, но он на 20 килограмм меня легче. Ну, то есть я 70, еще он где-то под 55-60, где-то там. Что, нам дали шлема и встали в круг, перчатки одели. Вот, начались спарринги. Ну, мне страшно, я начинаю его бить. Я как бы не стесняясь бью его по лицу. Вот, у него из Дисны пошла кровь. Вот, меня это что-то напугало, что, ну, что, типа, я что-то более как-то, ну, человеку врежу как-то. Захотел как-то поскорее соскочить. Вот, ну, он там как-то меня пробил пару раз. Я такой, ну, упал, и все, и ушел. Ну, просто... А, что ты упал, вставай. Не было такого-то, вставай. Такое было, типа, упал, вставай, но с другими. Который, там был один парень, который, собственно, меня на спарту и затащил. Ему, у него вообще черно-мозговая травма, у него сотрясение мозга, вот. И он до сих пор, по-моему, лечится. И, типа, его вырубили вот на этом ринге. Мы рекомендуем всем людям, которые приходят к нам на мероприятие, в обязательном мере пройти медицинский осмотр. Люди, которые не приносят и не предоставляют нам медицинские справки, пишут расписки о том, что они берут ответственность за состояние своего здоровья на себя. Какой-то медицинский контроль был или что-то такое? Да, был врач, но непонятно вообще, какой врач просто. Мужик какой-то, который врач. Ну, сказали, что он врач. Просто спросил у нас проблемы со здоровьем, и все. Ну, типа, ну, давай, удачи. А какие-то справок заранее или в тот день принести не просили там о состоянии здоровья? Справки просили, но я не видел, чтобы кто-то этим заморачивался. Ну, говорю за себя, я ничего не переносил. Если бы кто-то из представителей средств массовой информации потрудился бы связаться со мной и задать мне надлежащие вопросы, я бы ответил по поводу наличия квалифицированных инструкторов, по поводу наличия врачей. Там была медсестра, ну, женщина в халате. Нам представили ее как медсестру. О том, что она там есть, я узнал от ребят. То есть они говорят, тебя там вот медсестра зовет. Я тогда ее стал замечать, что она вообще есть. Она все время находилась за ширмой. Она подзывала, спрашивала, типа, ты как себя чувствуешь, там ходить можешь? Поначалу, естественно, я пацан, я отвечал ей, что нормально, пока на ногах стою, ну, типа, ладно. И она ссадины там каким-то раствором, там, йодом, наверное, мазала. Или зеленкой, я уж не помню. Ну, в общем, чем-то мазала, вот как бы вся медицинская помощь была. На шатырь давала. Она сама заглядывала, хотя ей запрещали, она заглядывала за ширму, она пыталась там что-то выглядеть, вызвать меня. Я, ну, не слышал там, как бы не видел. Когда я стал ее замечать, я видел, что ее загоняют. То есть ее вот эти капитаны, тренеры, они ее за ширму гонят. Типа, твое дело сидеть там, как-то так. И по ней было видно, что она как бы и хочет помочь. Когда я вышел в переменку, там, она вроде как и хочет помочь, но она ничего не может сделать. Ну, такое ощущение было, что вот ей там запретили, может, и пригрозили, я не знаю. Роль этой медсестры была там, скажем так, просто присутствовать. Как бы нас всех так немножко удивило присутствие работников, ну, скорой в этом зале. Ну, то есть вот именно конкретно на этом упражнении в зал пришли доктора, врачи, ну, то есть скорая помощь. Сука их было? Два или три человека стояли просто в сторонке и наблюдали за всем этим действием. А как они были представлены? Они никак не были представлены, они никак не были представлены. Они просто стояли рядом с окошечком вдоль стеночки и наблюдали за нами. Ну, то есть у них был там чемоданчик с этим там красным крестиком. Сами они были одеты в белые халаты, ну, как положено, как врачи. Ну, или там в синий. Помню, была женщина и мужчина, вот, ну, то есть их было точно двое. Ну, потом уже после всех этих мероприятий мы начали там обсуждать. На всякий случай там вызвали скорую. Я еще тогда подумал, ничего себе, у нас скорая может просто приехать и понаблюдать за людьми, которые могут в будущем быть подвергнуты, ну, каким-то вещам, для исправления которых потребуется медицинское вмешательство. Ну, то есть заранее вызвали. То есть зная, что наперед, что-то может случиться. Ну, это, наверное, плюс, что они так предусмотрели. Но мы в тот момент об этом не думали. Ну, то есть, ну, типа, хорошо наблюдают, пускай. Вы попали в отцовский дух? Ура! 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 Насколько я помню, медицинские работники в тот момент, в момент спаррингов отсутствовали. То есть медики на тренинге хотя бы какое-то время были. Правда, судя по этим рассказам, их присутствие было там скорее для соблюдения формальных норм, чем для реального наблюдения за здоровьем участников. Во всяком случае, Антона Кокарева наличие в зале медсестры не спасло. Помню, что последнее задание во второй день было рукопашный бой. Я уже просто физически не мог стоять на ногах. Настолько был измотан, себя плохо чувствовал. Подошел к капитанам, к тренеру, говорю, я себя плохо чувствую, я отказываюсь участвовать. Меня все вытягивали. Ну, ты можешь, там, победи себе крысу, будь мужиком, там, доведи дело до конца. В общем, минут 15 меня мурыжили вот этой вот философией, что давай, там, выполни, там, уже все самое сложное позади. Я уже просто сдался. Я хотел оттуда выйти, закончить с этим. Фиг с ним на деньги, фиг с ним на продолжение. Ну, я понял, что проще пойти в бой, получить там по башке, упасть и, ну, таким образом, да, то есть закончить. Потому что тренер там по ушам ездил, о том, что я плохо себя чувствовал, и воспринимать никак не хотел. В результате, в этот день я не смог даже вещи свои собрать, уйти оттуда самостоятельно. Я позвонил отцу, он меня забрал оттуда на машине. После этого мы поехали в травматологию с подозрением на сотрясение. Вот, но выяснилось, что у меня прединфарктное состояние, там, по анализам крови. Меня положили в кардиологию, три дня там пролежал. Параллельно еще какие-то там исследования проводили, МРТ, там, вот это вот все. Выяснилось, что у меня почки не работают. Вот, то есть я месяц пролежал на искусственной почке. Если бы я своевременно не обратился к врачам, ну, как мне сказал врач лечи, что два-три максимум дня я бы умер по непонятным для врачей причинам, просто от интоксикации. На моем процессе Антон Кокарев выступал в качестве свидетеля. Адвоката Руданова просили приобщить к делу расписку, где Антон сообщал, будто не имеет претензий к организаторам и не будет подавать в суд. Судья приобщать эту расписку отказался, но давайте послушаем, как выглядела ситуация глазами самого Антона. Третий день, по-моему, я еще лежал тогда в кардиологии, ко мне пришел организатор, Максим Шарин, и с ним был один участник, возможно, тот, с кем я в спарринге стоял, я не помню. Я не помню, с кем я в спарринге стоял. И был какой-то посторонний человек, который я не видел ни на тренингах, ни капитан, никто. Я так понял, что он просто пришел, что-то там записывал наш диалог. Может, адвокат какой-нибудь, юрист? Может быть, да, что-то из такого. Но я понял, что у него в карманах где-то какие-то гаджеты, что-то он там диктофоны включал. То есть он это все пытался делать как-то скрытно, но сразу видно, что человек пытается сидеть ко мне поближе, я его не знаю. Спрашивал он, как дела, как здоровье, интересовался, знаешь, как лучшие друзья интересуются. И интересовали, может быть, я что-то принести, фруктов, чего-то. Я говорю, не надо, мне родители принесут. Ну и основной вопрос, наверное, их интересовал, типа, что я буду делать, буду ли я в суд подавать, жаловаться, имею ли я какие-то к ним претензии. Знаешь, я вот для себя так решил. Капитаны, они там ничего не решали, ну как пешки. Я к ним никаких претензий не имею. Претензии у меня к тренеру и в целом, наверное, к организатору, к основателю спарта у меня претензии. Я уже после того, как попал в эту ситуацию, начал интересоваться этой спартой, других пострадавших. Я узнал, что, как бы, эта спарта калечит очень много людей. Хотелось бы, конечно, чтобы на них нашлась управа. Чтобы как-то компенсировать урон репутации, который наносит вот такие вот негативные отзывы, Бритва старается создать образ бескорыстного благотворителя. Мол, да, спарта – это жесткий тренинг, там можно получить по лицу, зато после него ваша жизнь изменится. А еще мы помогаем детдомам. Благородно? Благородно. Но откуда Бритва берет деньги на помощь детям? Из своего кармана? Нам сказали, что нам нужно собрать денег на детдом. Нельзя было вносить свои деньги, ну, соответственно, какие-то кредиты нельзя было брать, ты должен их заработать. Назначалась сумма, которую нужно собрать. Допустим, вот у нас, по-моему, это было там что-то 120 тысяч на наш поток. Я никогда в жизни, кстати, не мог подумать, что реально можно собрать 120 тысяч. Как выяснилось в дальнейшем, это было банальное попрошайничество у прохожих. Нас поделили на команды, там, условно говоря, 10 человек, и вот кто как мог. И кто-то, я помню, точно пошел в метро и просто ходил по вагонам. Кто-то просто ходил по Москве, по центру, там, на Красной площади, с синяками под глазами, с разбитыми носами, люди просто бросили денег. Но мы в этот день нужную сумму не собрали. Ну, собрали там 80 тысяч, к примеру. А потом нам Бритов говорит, ну, вы, типа, денег-то не дособрали. Идите, там, нужную сумму нужно дособирать. И мы пошли, поехали в центр. И просто уже всей командой, ну, то есть мы не стали уже разбиваться, встали и начали петь песенку про мамонтенка. Ну, мы тогда, кстати, очень быстро собрали нужную сумму. Да, у нас был ответственный человек, который отвечал за, ну, как бы, деньги. Собрали, он там посчитал, сказал, вот там, такая-то сумма, все. И потом, когда уже спорта закончилась, через неделю мы, ну, поехали в детдом Ярославской области. Мы на эти деньги купили вещи. Там, значит, был детдом, в котором были подростки, жили, ну, там, типа, 10-14 лет из неблагополучных семей. Но вот там было немного, там, человек 13. Мы каждому купили телефон, купили парник, установили. Там же, на территории, ну, там порошки были. И вот здесь я тебя прошу подробнее. Вот вы собрали деньги, куда они делись? Их взял с собой один из спартанцев, и, типа, он должен был на следующий день передать их Корневу. Деньги собирали на этот, на детский дом. Устройство спортивного зала в детдоме. Расходы этих денег, что они действительно пошли на целевые нужды, кто-то их контролировал, как это происходило? То есть ты просто деньги отдал, и все. А что там с ними дальше было, ты не понимаешь? Я не контролировал, я не знаю, куда эти деньги потом пошли. Я склонен верить, что действительно пошли. Но я не знаю. То есть даже благотворительностью спарта занимается за счет участников. А что, отличный бизнес-план. Заставить в качестве задания напопрошайничать несколько десятков тысяч рублей, благополучно отдать их в детский дом и похвалить себя самих за помощь детям. Я думал, я лох, а я не показываю. То есть, с одной стороны, они не врут, когда говорят, что занимаются благотворительностью. А с другой стороны, способ, которым они это делают, сложно назвать этичным. Есть и еще один момент, который мне хотелось выяснить про Спарту. Но суде три раза прозвучала фраза, что каждый участник в любой момент волен покинуть тренинг, и никто его не будет держать. Косвенно нам пытаются сказать, что те, кто покалечился, сами виноваты. Раз они не захотели уйти, значит, не рассчитали собственные силы и должны сами нести ответственность перед собой. Смотри, там была такая тема, что в первый же день, просто во время первого же задания на улице, один из чуваков ушел. Ну, просто один из участников. Этот капитан, который вел у нас тренинг, он просто очень сильно чувство вины навязал тому человеку, который был с ним в баде, короче. Сказал, что ты сделал, что он не захотел с тобой оставаться. Ты вообще какой, что он не пошел за тобой. Вот, почему он ушел? Ты понимаешь, что это твой косяк вообще на 100%? Да я, да, да, да. Ты, вот ты неправильно поступил, ты себе неправильно. Вот такая была тема. Вот, и все прекрасно, ну, короче, это, знаешь, такой очень наглядный был пример, что будет, если ты вздумаешь уйти. Вот, будет жестко, короче. Тебе будут звонить, тебя будут вызванивать. Будут, короче, тебя пытаться уговорить, вернуться. Вот вообще, ну, на все что угодно пойдут, но заставят тебя вернуться. Ну, вот у меня лично какое-то, ну, создавалось впечатление, что я как будто и не могу уйти. Вот, как будто я вообще в каком-то таком, ну, не знаю, около гипноза нахожусь, что ли, что в таком, типа, ну, я не могу просто взять себе позволить и уйти. А, да, потому что там, ну, обсуждалось, типа, что дойти программу нужно обязательно до конца, иначе эффект будет неполным. Короче, все, кто уходят со спарты, те вообще слабаки, трусы и всякое такое. В первый день вечером один человек отказался от последнего состязания. Ну, там моральное давление было. Он отказался и решил покинуть тренинг. Ему, ну, не то чтобы очень долго его уговаривали, там, минуты две, может быть. Он конкретно сказал, нет, я продолжать не буду. Ему сказали, ну, окей, ты тогда теряешь деньги, ты теряешь все, там, статус, там, мужика, там, что-то такое. Все, ему дверь открыли, он вышел. Просто как он вышел, нам хорошенько рассказали, что это человек ничего в жизни не добьется, что это лох. В сети можно найти немало отзывов о тех, кто решил досрочно покинуть тренинг. И как остальные участники всеми правдами и неправдами старались заставить их вернуться. У одного чувака его бадди не пришел. Он сказал, типа, ему нахер это не надо, это какой-то трэш. Вот, и мы начали вызванивать этого бадди, ну, который не пришел, всей группой, уговаривать его прийти. Но, в конце концов, это ничем успехом не увенчалось, и он просто выключил телефон. И его бадди, который пришел, вот на него, по-моему, какой-то штраф денежный наложили. Поняли окончательно, что он не придет, и ждать бесполезно. Ну, естественно, начали говорить, что вот, типа, тряпка, сдался, там, баба. Еще раз повторяю, когда тебе будет тяжело и комфортно, а это у тебя будет месть день. И когда ты заходишь в убийцу, чаще вспоминай, для чего ты живешь. И каким тебя хотят видеть твои родные и близкие. Унылым говном и дерьмом, который всю жизнь в своем пространстве. Либо нормальным мужчиной, сильным и ответственным. Если это не психологическое давление, то я не знаю, что. Кстати, это не только мое оценочное суждение. Я зашел на официальный канал Спарты, взял оттуда видео 2013 года, где более-менее подробно изображен процесс тренировок, и отдал его на исследование эксперту-психологу. И что бы вы думали, там нашлось и психическое, и физическое насилие. Но, честно говоря, это не был секрет Полишинеля. В принципе, любому нормальному человеку быстро должно стать понятно, что Спарта пытается учить людей неадекватным вещам, неадекватными способами. Руководствуй с пацанскими понятиями и не имея представления, как работает человеческая психика. Для меня очень непонятна корреляция бойцовского клуба и, скажем так, фундаментальной психологии. Не могу до сих пор найти ответ. Прям очень условно могу называть себя или психологом, или юристом. И также, вот настолько прям, насколько можно условно, могу называть свою деятельность, деятельность именно в области психологии. Так каким образом при таких вводных можно было рассчитывать выиграть суд? Самое смешное, что юристы бритвы так и не смогли внятно сформулировать исковые требования. Они не привели ни одной прямой цитаты, к которой у них были бы претензии. Истец не смог сформулировать требования. То есть в иске содержались фразы, которые он просил опровергнуть, которые вы никогда не говорили. И экспертиза это подтвердила, что таких фраз просто не существует. То есть, по сути, у нас истец сам что-то услышал, сам это как-то понял, и пошел в суд с просьбой опровергнуть то, что он понял. Проще говоря, они брали фразы из моих роликов, как-то по-своему их трактовали, и свои собственные трактовки начинали считать порочащими честь и достоинство Руданова. В иске встречались даже совсем абсурдные заявления, вроде того, что я распространил утверждение в виде вопроса, сказочные юристы. После долгих уточнений удалось выяснить, что им не нравится пять моих утверждений. А именно, Бритва не имеет базового образования ни в области психологии, ни педагогики, ни в сфере физической культуры. Антон Бритва не имеет спортивного тренерского звания. На тренинге людей подвергают неэтичному обращению, колоссальным физическим и психическим нагрузкам, от чего можно серьезно пострадать. Во время тренинга на руках у Антона Бритвы умер человек. Антон Бритва – ведущий мотивационных курсов, на которых люди становятся инвалидами и погибают. Вот только как они собирались оспорить эти слова, если они подтверждаются неоспоримыми доказательствами. Сам Бритва тоже хорош. Дело все в том, что у нас истец обязан доказать те обстоятельства, на которые он ссылается. И если Антон Бритва приходит в суд и говорит, я – это тренинг Спарта, то он должен доказать, что он – это тренинг Спарта. А он таких доказательств не представил суду. Потому что если мы будем опираться на показания, как самого Бритвы, данные при проверках гибели людей, которые проводилось следственными органами, то у них позиция такая, что мы нигде не зарегистрированы, мы вообще не существуем фактически, потому что никак не регулируются действующим законодательством организации подобных тренингов. Все строго добровольно. Пришли люди, дали кому-то денег, друг друга побили и разошлись. А Бритва здесь, собственно говоря, ни при чем. И вообще попытки представителей представить Антону Бритвы, вообще не имеющего отношения к происходящему. Антон Бритва не имеет к этому никакого отношения, просто участники сами борются. Антон Бритва не имеет никакого отношения к потерпевшим, которые действительно есть. То есть вот это отрицание и нежелание нести ответственность, ну, просто по-человечески как-то так было неприятно. На суде он заявлял, что не является организатором всех тренингов, вместо него их организовывают, внимание, оккупированные им люди. Ох уж эти оговорочки по Фрейду. Еще бы сказал захваченные в плен. Может быть, он имел в виду, что он оккупировал их сознание? Ну, интересным и забавно мне показалось отрицание очевидного. То есть, когда мы представляли в качестве доказательств видео, кто снимал, мы действительно не знаем, но в этих видео присутствовал сам Антон Бритва, его так называемые капитаны, участники тренинга, когда на этих кадрах транслируется то, что происходит, какие тренировки, какие бои и так далее, когда участники тренинга комментируют о том, что с ними происходило и как им было тяжело, представители СТА единственное, что могут сказать, что эти сведения вы должны доказать, но при том, что, по-моему, эти сведения доказывает сам Антон Бритва, показывая, представляя, рекламируя свой тренинг. В общем, все это походило на очень нудный и затянутый цирк. Было и еще одно забавное обстоятельство, про которое хочется рассказать. Естественно, что за столько лет существования тренинга я был далеко не единственным блогером, кто критиковал Спарту. В разное время по ней успели проехаться Немагия, Пограничник и Сашкинс. К их роликам у адвокатов Бритвы тоже возникли претензии, но там они решили выиграть суть по-тихому, не привлекая внимания самих блогеров. Когда подали иск, во время начала всей вот этой вот пандемии, в этот же момент вообще было невозможно ничего делать. Были везде очереди, и мне пришло письмо с повесткой в суд. И я подумал, что тогда я задолжал квартплату, и я подумал, что это скорее всего по квартплате, потому что уже так кидали повестку. И просто не успел записаться на почту, потому что тогда в почте была очередь. Шикарная, кстати, система. И в какой-то момент он просто забыл про это дело, и позже узнал, что, оказывается, уже прошел суд, и я его благополучно проиграл Бритве, Мактри Турбо. Соответственно, после этого мы уже начали подавать апелляцию, и в конечном итоге в Москве Юрий сходил за меня в суд. И на данный момент, я так понимаю, все это развалилось, и ребята ничего из этого не смогли для себя выгодить. Но на практике, я знаю, потому что у нас канал из такой тематики, все это сделано чаще всего для того, чтобы удалить видео из поиска, и вообще как-то с Ютуба стереть, и заодно из Гугла, потому что по Гугл-запросу Бритвы очень часто появляется видео с его разоблачениями, в том числе и наше. Из-за этого они хотят чистить свою репутацию. Я так понимаю, ребята рассчитывали, что просто по-тихонькому до этого получится выиграть в суд, показать эту бумажку о выигранном суде Ютубу, Ютуб удаляет ролик, все довольны, все получили свою оплату, и прекрасно рады. В общем, как предположили мои адвокаты, сторона Бритвы хотела по-быстрому признать другие ролики с критикой Спарты, порочащими честь и деловую репутацию, и попробовать использовать это решение против меня. Получить так называемую приюдицию, то есть обязать наш суд без проверки принять те факты, которые были установлены в другом суде. У меня есть основания считать, что именно представители Бритвы для убедительности разослали блогерам вот такие письма с предупреждениями не лезть в это дело и с укрозами опубликовать персональные данные. Перед тем, как вот этот второй суд должен был состояться, я получаю письмо счастья о том, что я вообще должен не подтверждать свой канал, я не должен ничего делать, все это будет стоить мне очень больших денег и вообще небезопасно, все мои личные данные засветятся везде, где только можно, потому что если я подтвержу канал, все на меня будут подавать в суд. Проблема только в том, что ребята уже знают мои личные данные, потому что они уже подали на меня в суд. Соответственно, о чем вообще речь? И зачем-то меня этим пугают. В итоге, хоть я и получил это письмо, меня это ни капли напугало, потому что это был слегка абсурд. Мы просто остались каждый при своем мнении, видимо, и в дальнейшем мы будем ожидать еще таких же приходов и набегов на канал, как это было раньше, потому что ЗМИ продолжает развиваться и инфобизнес в России только растет. Тут, по всей видимости, юристы Бритвы снова сели в лужу. После того, как все три канала узнали, что, оказывается, они проиграли суд, то тут же подали апелляции и прежнее решение было отменено. Тут и сказочки конец. Антон Бритва мало того, что не смог выиграть, так еще и получил новую волну хейта, причем за собственные же деньги. Но закончилась ли на этом история с нашей судебной тяжбой? Сомневаюсь. И вот почему. В этом деле Бритву представляли юристы, которые также обслуживают Дмитрия Трансформатора Портнягина, Станислава Фортбоярд Рублева, а также печально известную сетевую компанию НЛ Интернешнл. И для того, чтобы можно было привлечь новых клиентов и люди из инфоцыганской тусовки продолжили платить деньги, им нужно показать результат, что они могут выиграть хоть что-то. Поэтому, скорее всего, они будут подавать апелляцию и постараются придумать новые причины меня засудить. Смогут ли они это сделать? Поживем-увидим. Но одно я могу сказать точно. Новый суд станет отличным поводом еще раз вспомнить о Спарте и поговорить, например, о Школе Капитанов в трехмесячном курсе по вербовке верных помощников для тренинга. Так что не переключайтесь. Скоро увидимся. А пока я хочу поблагодарить моих адвокатов Сталину Гуревич и Ксению Гордееву из бюро CTL. Именно их неоценимая помощь помогла закончить дело в мою пользу. Блин, не надо Спарту никому проходить. Пожалуйста. Не вздумайте. Я не знаю вообще, кому это может помочь. Я думаю, это людей только еще больше запутает и навредит, если честно. Только еще больше как-то им вред нанесет. Ну, могут обостриться тревожные, депрессивные расстройства. Может быть, просто еще больше чувства вины в жизни, что ты там что-то недостаточно делаешь. Потому что Спарта дарит вот это вот чувство эйфории команды, которые, ну, искусственно, короче говоря, поддерживаются постоянно. Ты все время какой-то неестественно заряженный, ты почему-то очень позитивный, ты очень какой-то вообще на энергии находишься. Вот, на такой, ну, не знаю, как будто ты кофе постоянно пьешь. Вот такое же ощущение от нахождения среди Спарты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok